Да, здесь на этих исторических скриншотах, конечно, есть одна вещь, которая бросается в глаза, потому что вот скриншот, который был с самого того края дальнего, это первая версия сайта Яндекса, который я когда-то рисовал, и здесь политика, или даже не знаю, как это назвать, в общем, современная этика принесла свои корректировки, потому что там один элемент пропущен, и этот элемент, который сегодня люди немножко стесняются, а тогда это было совершенно нормально, потому что в другие времена, там в левой колонке была рубрика, которая называлась «Горячие новости», и над этой рубрикой висел «Бычок», картинка «Бычка». Это было, типа, смешно. Юмор, г-г-г, горячие сигареты, горячие новости. Поскольку тогда все курили, и я Дико курил, и вообще никто этого не стеснялся, то сейчас Яндекс, он всячески это из своей истории стирает, типа, ничего такого не было, никогда не было «Бычка» и невыдумывание. У меня-то есть исходники, я знаю, что там был «Бычок». И больше того, первая реклама Яндекса, когда Яндекс вышел на телевизор в 2000 году, там был такой бандит, которого я играл тоже по случайному стечению обстоятельств. И этот ролик заканчивался словами «Закурить не найдется», а ответом на этот вопрос было «Найдется все Яндекс». Поэтому слоган тоже идет с тем пор. Сейчас уже никто не помнит, что это была тема про курение, потому что мы с тем пор уже давно живем в другой среде, уже сейчас не так много курят. А тогда это было совершенно нормально, и вообще это была другая эпоха, просто другой век. Так что такое вот… Есть еще немножко археологии, которую мы помним про то, как выглядели сайты раньше. И поэтому мы сейчас идем дальше. У нас все еще 97-й год. Осталось буквально совсем чуть-чуть до наших дней. Продолжение следует...